МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый, кто гостил в нашем туристическом крае, наверняка видел многочисленные плакаты на трассе с призывом беречь лес от пожаров. Большинство из них появились еще в советские годы, когда не было столь мощных производств и такого загрязнения окружающей среды. Что сегодня каждый из нас может сделать для спасения зеленых легких края, страны? Какие государственные программы существуют для сохранения и приумножения лесов? Об этом будем говорить с экспертами в нашей программе в ближайшие полтора часа. Если вы хотите задать нам вопрос, вы можете звонить к нам в прямой эфир по телефону 274-11-14, код Краснодара 861. Также вы можете присылать ваши вопросы в WhatsApp по номеру 8-918-120-6000. Традиционно мы ведем голосование на сайте kuban24.tv. И сегодня вопрос дня звучит так. В чем главная роль лесов в нашем крае? Такие варианты для ответов мы вам предлагаем. Экологическое, источник древесины, грибы и ягоды, охота, возможность отдыха на природе. Выбирайте варианты ответа, которые считаете верным. Итоги голосования подведем в конце эфира. Предлагаю начать наш разговор с того, какие меры сегодня принимаются властями на местах для сохранения существующих лесов. И я думаю, что, Дмитрий Владимирович, мы начнем с вас, как представителя Министерства природных ресурсов. Какая работа осуществляется вашим министерством и в целом органами исполнительной власти? Спасибо за вопрос. Основное направление деятельности министерства можно, если кратко, воплотить в нескольких терминах. Охрана, защита, воспроизводство. Это те основные функции, которые выполняет министерство в области сохранения и воспроизводства лесов. Соответственно, основная деятельность министерства это сохранение лесов от пожаров, это воспроизводство лесов, это их, естественно, и предоставление для использования нашими гражданами, и это защита от инвазива. Ну и, безусловно, очень важный момент это сохранение лесов от незаконных рубок. Это основные направления деятельности, которые выполняет министерство. Какая работа ведется по недопущению подобных моментов, которые вы назвали, профилактическая и по вырубке, и по вредителям насекомым, и по черным лесорубам? У нас в рамках лесного надзора существует учреждение, комитет по лесу, которое выполняет функции лесной охраны. Эта деятельность достаточно сложная. Реализуется она практически двумястами инспекторами на местах в лесничествах. И имеет определенные показатели, о которых, наверное, мой коллега расскажет, более предметные, о той работе, которую мы совместно выполняем. Это, наверное, основной деятельностью учреждения для сохранения лесов от незаконных рубок. Второе направление деятельности – это, конечно же, воспроизводство лесов. Мы об этом, наверное, тоже будем сегодня говорить. Национальный, федеральный проект, региональный проект «Экология», по которому министерство будет выполнять работы по лесовосстановлению. Ну и, конечно, тушение, мониторинг пожаров. Также учреждение у нас, лесопожарный центр, который эти функции выполняет и уже начал, приступил практически к своей работе. Я вот хотела обратиться сейчас к цифрам. По данным Министерства природных ресурсов, сумма ущерба в средстве нарушения лесного законодательства в прошлом году составила 596 миллионов рублей. И из них от незаконных рубок 595 миллионов и лесных пожаров 1 миллион 300 тысяч рублей. Мы видим львиную долю. Это все-таки наши черные лесорубы. И я вот, Олег Иванович, хочу к вам обратиться как к представителю правоохранительных органов. По данным ГУМВД, за прошлый год было возбуждено 200 уголовных дел. Какова сумма штрафов? Соизмерима она с тем вредом, который нанесли? Ну, если мы говорим о возбужденных уголовных делах, то там в первую очередь речь идет о привлечении виновных к ответственности и не идет речь о штрафах. Это все-таки ближе к привлечению, значит, к административной ответственности за совершение правонарушений в этой сфере. Наша задача основная, если на ней коротко остановиться, то есть выявление, предупреждение, пресечение преступлений в указанной сфере, привлечение виновных лиц к уголовной ответственности и возмещение материального ущерба, который был причинен государству. Поэтому здесь стоит говорить все-таки о количестве лиц, которые привлечены. А за прошлый год 57 человек привлечены к уголовной ответственности за совершение незаконных рубок в крае. А если говорить о тех, в отношении кого еще ведется расследование, насколько велика эта цифра? Ну, это больше 150 человек. Насколько сложно доказать вину? Ну, ни одно преступление не является просто доказываемым, таких фактически не существует. Но выявление и предупреждение пресечения преступлений в сфере лесопромышленного комплекса осложнено в первую очередь удаленностью, так скажем, мест происшествия от дорог общего пользования, да и вообще в целом от дорог. Иногда наши сотрудники, следственно-оперативная группа, для того, чтобы осмотреть место происшествия, тратят световой день для того, чтобы просто туда добраться. Это первый фактор, который влияет. Второй фактор – это отсутствие, конечно же, свидетельской базы или ее минимум, потому что в лесу ни случайных прохожих, ни каких-то автомобилей с пассажирами, которые проезжают, не существует. Отсутствуют такие факторы, которые нам помогают раскрывать преступления в городской среде, как видеонаблюдение, безопасный город и так далее. Конечно же, это все затрудняет расследование и доказывание вины. Кроме того, вот этот круг, свидетели фактически, он сужается до самих участников незаконной порубки, транспортировки этой древесины. Тут важно проследить, куда были направлены спиленные деревья, вот если так говорить правильно. Тут важно применить оперативное мастерство исследователям и оперативникам, которые работают над тем или иным делом, для того, чтобы найти те крупицы, зацепиться за те, так сказать, факты и доказать. И тогда уже направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Я сегодня на сайте ГУМВД нашего региона нашла случай, вот с сегодняшнего дня новость. Житель Мостовского района, возбуждено в отношении него уголовное дело о незаконной рубке леса. Он срубил три дерева и вот ему может грозить срок до двух лет лишения свободы. Хотела спросить вас о соразмерности наказания и преступления. Наказание за эти преступления, как, впрочем, за любые другие преступления, определяет суд. Не в нашей компетенции, мы можем только высказывать какие-то экспертные точки зрения по этому поводу. Но наказание за совершение преступления, предусмотренное той же самой статьей 260-й, то есть незаконная рубка лесных насаждений, достаточно суровое. И по максимальной планке составляет до 7 лет лишения свободы. И в последнее время практика идет следственная и судебная по тому пути, что применяется и мера пресечения до вынесения судебного решения, связанная с лишением свободы. Потому что это тяжкое преступление, и за него предусмотрена серьезная ответственность. Андрей Владимирович, хочу вас спросить, как наши законодатели помогают сохранять леса? Какие меры направлены в вашей работе? Ну, несомненно, наша работа, прежде всего, связана все-таки с законодательством в этой части. И законодательное собрание, понятное дело, что именно в части именно леса, лесфонд, это федеральное законодательство, это лесной кодекс. Тем не менее, законодательное собрание, мы регулярно, в общем-то, с коллегами из Госдумы направляем свои законодательные инициативы. И в этой студии мы в том числе обсуждали, может быть, сегодня коснемся вопроса сбора валежника, это инициатива в том числе и законодательного собрания края, мы вместе с коллегами работали. И есть целый ряд нормативов, которые мы краевым законодательством, скажем так, продолжаем то, что связано с лесным кодексом, и в этой части мы регулируем. То же, что касается, скажем, уже правоприменения, мы вместе с министерством, вот Дмитрий Владимирович говорил сегодня о восстановлении леса, мы достаточно пристальное внимание обращаем, вот у нас есть наш белореческий лесопитомник, у нас, мы его за несколько лет восстанавливаем, я думаю, что у нас эта работа, она, скажем так, не завершена, но уже есть первые результаты, мы их видим. И вот выделение средств мы сами принимаем все время, каждый год и каждый полгода в таких акциях по посадке материалов. Конечно, вот такая просветительская функция, в том числе разъяснительная, она тоже, конечно, мы тоже занимаемся. Ну и информационная, мы вместе с вами регулярно встречаемся по тем или иным вопросам, именно леса, лесовосстановления, вот сегодняшняя программа тому подтверждения, где мы все-таки, ну, пытаемся еще и разъяснять вместе с вами вот нашу информационную просветительскую функцию, донесение до людей там, ту же жесткость там федерального законодательства, уголовного кодекса, разъяснение людям, потому что от этого тоже немаловажно вопрос не просто ужесточить законодательство. Надо, чтобы наши граждане знали, знали, что оно уже достаточно жесткое и принципиальное, и в этой части просто не шли на те преступления, на которые, может быть, они к ним относятся там излишне легко. Потому что, понятное дело, что когда ты живешь в каком-то вот мостовском районе, вроде бы вокруг лес, для тебя плюс три дерева, минус четыре дерева, вроде как никакой такой значимости не имеет. Но с другой стороны, мы понимаем, что территория Краснодарского края, она относительно небольшая. И те запасы лесных ресурсов, которые у нас есть, если сравнивать с такими территориями, как Красноярский край, она значительно меньше. И поэтому, конечно, для нас важно любое дерево. А если это речь идет о краснокнижных, то здесь не может быть речи о какой-то мягкости позиции государства. – Мы сегодня тоже, вот когда готовились к программе, завели разговор о том, что леса Краснодарского края отличаются от тех, которые находятся на севере. И все-таки наши деревья, наверное, больше на счету у нас. – Ну, несомненно. Но вопрос в том, что, конечно, у нас есть лесная отрасль. Она, конечно, не в тех объемах, которые там такие серьезные субъекты, которые на этом строят экономику. Но надо понимать, что у нас территория рекреационная. И вопрос лесов, горная, предгорная часть находится у нас, как правило, совпадает в том числе с нашими зонами рекреации. Это Сочи, это наши там субтропические растения, которые там есть в том числе и в лесном фонде. Вызывается Самшит, Тис, ну, как бы там много-много, достаточно большое количество краснокнижных растений. Все побережье, которое Мостовской район, он тоже у нас рекреационный в определенной степени. Абширонский район, Лаганаки. Несомненно, это все связано, если мы потеряем лес, мы потеряем не только там отрасль экономики, там, как лесная. Мы еще, вопрос будет с нашими рекреационными возможностями. Потому что безжизненная пустыня, при всем, при всей к ней любви, наверное, там, где-нибудь в Рабских Эмиратах, но у нас, я сомневаюсь, что она вызовет. – С нами на связи сейчас представитель лесничества из горячего ключа, инженер по охране и защите леса. Сергей Ткачев. Сергей, здравствуйте. – Здравствуйте. – Расскажите, какую вы ведете профилактическую работу у себя в лесничестве по недопущению исчезновения лесных насаждений? – Ну, как уже сказал Дмитрий Вадимович, охрана лицов от незаконных рубок у нас на особом счету, так сказать. Сотрудниками лесничества ведется тесное взаимодействие с правоохранительными органами, с прокуратурой. Ну, осуществляется патрулирование территории лесного фонда в местах заготовок древесины, в районах населенных фунтов ближайших. Как таковых, могу ответственно, наверное, сказать, как таковых черных лесорубов на территории нашего лесничества горячего участкового нет. Так вот, в 2019 году, в этом году у нас выявлено 4 незаконных рубки. И вот, ну, исходя из причиненного ущерба, по трем составлены материалы и переданы в правоохранительные органы, и по одной составлен нами протокол об административной ответственности. По всем фактам у нас выявлены лица имеются, к ним применяются меры ответственности. И в большинстве случаев рубка представляет собой рубку единичных деревьев, часто сухостойных, ну, гражданами для собственных нужд. Как бы все незаконные рубки стараемся, чтобы они выявлены были на начальной стадии, чтобы максимально минимизировать этот причиненный ущерб. Ну, у нас на Кубани с апреля начинается уже и пожароопасный, горячий сезон. Как ведете профилактическую работу по недопущению пожаров? Ну, да, охрана лицов тоже у нас, так сказать, одно из основных наших направлений. Также осуществляется патрулирование земель лесного фонда, у нас имеются маршруты патрулирования, графики. Здесь наряду с правоохранительными органами также привлекаем и МЧС, и органы местного самоуправления. Ведется беседа с гражданами, отдыхающими на природе, с туристами, распространяются памятки, рисовки. Ведется контроль за пользователями леса с целью своевременного проведения противопожарного обустройства лесных участков, в том числе установка противопожарных аншлагов с информацией о оперативных службах, которые осуществляют совершение лесных пожаров. Проводятся сборы граждан населенных пунктов тоже с целью разъяснения мероприятий и поведения в лесу, чтобы... Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы поняли, что работа у вас кипит. Я хочу обратиться к вам, Дмитрий Сергеевич, как представителю управления Министерства чрезвычайных ситуаций. Какая совместная работа с Министерством природных ресурсов ведется по защите лесного фонда нашего региона? Сергей очень правильно сказал о том, что это комплексный подход к обеспечению безопасности. И здесь, наверное, нужно говорить о воспитании культуры безопасности не только граждан нашего края, но и в целом население, которое приезжает сюда и на отдых, для того, чтобы как-то отдохнуть на курорт. В любом случае люди могут бросить окурок, развести костер в неположенном месте. Обо всем об этом необходимо говорить, рассказывать, разъяснять гражданам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Действительно, с 1 апреля у нас официально нормативным правом акта субъекта Российской Федерации определен весенне-летний пожароопасный период, в ходе которого выполняется целый комплекс мероприятий. Здесь и проверка населенных пунктов, которую мы сейчас как раз готовность проверили также совместно с представителями и полиции, и Министерства природных ресурсов, посмотрели наличие источников водоснабжения противопожарного, посмотрели наличие минерализованных полос для того, чтобы огонь не перекинулся от лесных насаждений на населенные пункты, на здания и сооружения. И здесь тоже немаловажно сказать о текущей обстановке с загораниями сухой травы. То есть, помимо пожаров в лесах, которые несут в себе особую опасность, одной из причин их возникновения являются так называемые палы сухой растительности. Вот у нас совсем недавно был случай перехода от пала сухой травы на лесное насаждение в северском районе. То есть, какой-то либо непотушенный костер, либо неблагонадежный гражданин, который решил не косить, а зажечь, грубо говоря, эту сухую траву, разжег, ветер разнес распространение огня, в результате чего загорелась лесная подстилка и уже пришлось применять большое количество сил и средств для того, чтобы это все дело потушить. Поэтому работаем комплексно и сейчас только начало этой работы. Будем в течение всего периода эти вопросы отслеживать и контролировать. Ну, Собис, я правильно понимаю, что основной источник возгорания в лесу это все-таки человек? Безусловно. Какие есть основные правила? Давайте уже в сотый раз напомним, но тем не менее, я думаю, это актуально останется долгое-долгое время. Как правильно после себя затушить костер? Дело в том, что есть правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые определяют порядок использования открытого огня для того, чтобы сжигать сухую траву или какую-то растительность на территории своих садовых участков, либо использовать открытый огонь для приготовления пищи в мангале или жаровне. И остановлюсь на основных аспектах. Это первое, противопожарное расстояние до хвойных лесов 100 метров, до лиственных лесов 30 метров и до зданий сружения 50 метров. Если мы используем обычный открытый костер для того, чтобы сжигать сухую траву, ветки, растительность и так далее. То есть здесь необходимо очистить территорию предполагаемого места использования открытого огня от сухой травы, подготовить небольшую минерализованную полосу, выкопать углубления для этого, иметь при себе средства пожаротушения, достаточно ведра с водой или огнетушителя, а также сотовый телефон для того, чтобы в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, можно было вызвать подразделение пожарной охраны. Есть более цивилизованный способ использования бочки, грубо говоря, или металлической какой-то емкости для сжигания. Тогда названные мной противопожарные расстояния сокращаются вдвое, то есть уже не нужно так далеко отходить от зданий, сооружений и лесных насаждений. При этом минерализованную полосу делать нет необходимости, а в остальном необходимо иметь при себе также средства пожаротушения, лист, которым можно накрыть эту бочку, и сотовый телефон. Помимо этого, если мы используем открытый огонь для приготовления пищи, здесь немножко другая ситуация. То есть в любом случае после приготовления пищи необходимо залить водой угли, на которых вы готовили. Запрещается разводить костры под хвойными деревьями. И есть еще ряд вопросов, связанных с так называемыми погодными условиями, при которых не допускается использование открытого огня. Это неблагоприятный прогноз. Если вам пришло сообщение от Министерства о предполагаемом неблагоприятном прогнозе об усилении ветра, то есть при ветре в 10 метров в секунду, более 10 метров в секунду вообще запрещается использование открытого огня. И при ветре 5 метров в секунду допускается использование открытого огня только при эксплуатации железной бочки либо другой емкости. Дмитрий Владимирович, я знаю, что есть практика в летний сезон и вовсе запрещать доступ туристов в леса. По какой причине вводится этот запрет? Да, существует такой режим, называется он особый противопожарный режим, когда погодные условия приводят к тому, что возникает высокая температура, ветреное состояние, могут быть и другие параметры. Тогда решением КЧС глава муниципального образования может вести такой режим. Значит, в соответствии с ним... КЧС согласовывается и с краевыми властями? Он может это сделать самостоятельно, но, как правило, это комиссия, куда входят и представители лесничества, и главного управления МЧС, и другие структуры, которые здесь на месте, именно в конкретном муниципалитете, ну, скажем так, могут принять решение об ограничении. Потому что край все-таки территория достаточно большая, и в одном месте может идти дождь, а в другом месте может палящее солнце быть. Но вместе с тем и на краевом уровне также возможно введение особого противопожарного режима на всей территории края. Естественно, в этом случае разведение костров запрещено, и повышаются штрафы за нарушение противопожарных мероприятий, и, соответственно, существует даже право не пускать, ограничивать доступ граждан в лес. Такие меры мы применяем, особенно вот на территории с высоким антропогенным фактором, это вот Геленджик, Новороссийск, в летнее время, когда, как я уже сказал, погодные условия могут привести к чрезвычайным ситуациям. А я знаю, еще существует... Можно в этой части коллег из МЧС, чтобы мы пользуемся эфиром, у нас вообще пожарное законодательство это одна история, но экологическое законодательство в принципе запрещает сжигание растительности внутри населенных пунктов в части атмосферного воздуха. Поэтому у нас есть соответствующая административная ответственность, поэтому я призываю граждан, вообще есть у нас иные способы утилизации сухой растительности, и вывоз на полигоны коммунальных отходов, и в конце концов у нас есть там компостные ямы, применение в части растительности. Это более безопасный способ и не нарушающий законодательство в части экологического. Тем более я могу вам сказать, что это крайне неполезно, человек, который стоит возле неважно чего, и сжигает сухую растительность, по количеству диоксинов и иных вредных веществ, которые он при этом вдохнет, это весьма неполезно для него самого и для окружающих. Поэтому с учетом весны и того, что как у нас есть моменты, когда вот все дымом населедачные наши товарищества заволакивает вот этим едкой гарью, не уверен, что им это приятно, поэтому лучше все-таки... Особенно соседям. И соседям прежде всего, да, поэтому лучше от этих действий воздержаться во избежание в том числе административной ответственности. Только шашлык. Да. Олег Иванович, я хочу еще вас спросить, нашла интересную такую оперативно-профилактическую операцию «Лес». В нашем регионе она тоже проводится, я нашла несколько публикаций по разным муниципалитетам. На что направлено и какие мероприятия в рамках этой операции проводятся? Оперативно-профилактическое мероприятие «Лес» проводится, проводится на постоянной основе, мы только за прошлый год провели пять этапов такого мероприятия. Она проводится на территории всего края, и все территориальные органы внутренних дел вовлечены в ту работу, которую мы организовываем. Значит, она направлена на мобилизацию усилий полиции в борьбе с административными правонарушениями и преступлениями именно в этой сфере. Она имеет очень ограниченный срок, обычно порядка десяти суток. За эти пять этапов, которые провели в прошлом году, они были достаточно эффективными, и мы эффективность эту наращиваем. В этом году уже провели еще один этап такого оперативно-профилактического мероприятия. В прошлом году в рамках только операции мы возбудили 55 уголовных дел в сфере лесопромышленного комплекса. Из незаконного оборота было изъято порядка 8,5 тысяч кубометров древесины, легальность которой потом нам приходилось проверять. В этом году мы тоже провели уже такое мероприятие с 20 по 30 марта, и результатом его стало возбуждение уже 22 уголовных дел только в рамках одного мероприятия. Все силы полиции мобилизуются, начиная от нашего форпоста, это подразделение ДПС, заканчивая участковыми полномоченными полиции, которые выполняют функции по охране общественного порядка, ну и, конечно же, оперативными подразделениями, в первую очередь, которые нацелены на выявление преступлений. О сохранении лесных насаждений нашего региона продолжим разговор в следующей части программы. Реклама пройдет быстро, оставайтесь с нами. Это программа «Через край». Сегодня мы говорим о сохранении зеленых насаждений в нашем регионе, лесов нашего региона. И в этой части программы поговорим как раз о сохранении и восстановлении лесов. И, наверное, я бы начала с недавней встречи нашего губернатора с министром природных ресурсов Российской Федерации. Обсуждали реализацию нацпроекта «Экология» на Кубани. У нас региональный проект создан «Сохранение лесов Краснодарского края». Дмитрий Вадимович, на что направлен наш региональный проект? Вот какие-то такие основополагающие тезисы назовете телезрителям? Да. Региональный проект по восстановлению лесов в Кубани – это часть национального и федерального проекта «Экология», в рамках которого выделены денежные средства, достаточно большие, которые будут направлены на два основных направления. Первое – это вопрос, связанный с лесовосстановлением. То есть порядка 12 миллионов министерства получило на выполнение соответствующих работ и выполнит его на территории Краснодарского края. Это будут 100 гектар подготовленных почв для лесовосстановления. И в этом году мы 50 гектар с использованием наших ресурсов Белореченского питомника восстановим на территории Краснодарского края. И второе направление связано с борьбой с пожарами – это материально-техническая история, связанная с закупкой техники. Это будет высокотехнологичное оборудование, да? Я сейчас расскажу более подробно. В рамках федерального проекта мы реализуем, скажем так, основные средства пожаротушения. В основном это автомобильные цистерны, тракторы, средства, скажем так, более мобильные, небольшие – это МЛПК, хантеры. То есть то, что позволит быстро передвигаться, довозить личный состав в воду и, соответственно, организовать тушение. Ну, здесь назвать эти системы высокотехнологичными, наверное, можно с учетом, так сказать, их новизны и того оборудования, которое в него входит. Но это привычное средство, которое мы всегда использовали. Ну и второе направление – это уже, скажем так, в отличие или в добавлении к проекту «Экология» – это по решению губернатора нам выделены дополнительные средства на развитие нашей беспилотной летательной техники. В этом году мы увеличиваем группировку, покупаем еще три летательных аппарата, средства ее доставки. И, ну, в общем, те силы, которые уже у нас есть, и те силы, которые у нас будут приобретены, это будет все связано в единый комплекс. Сейчас у нас в пилотном проекте запущена система, которая называется «Лесохранитель», которая увязывает эти средства в единую систему, которая будет обнаруживать задымление, возгорание, передавать координаты, фиксировать это. Плюс сейчас по побережью мы запустили четыре камеры, посмотрим, как они будут в наших горных условиях использоваться для мониторинга лесопожарной обстановки. Это уже запущено, это уже работает. Сейчас мы можем говорить о том, что в этом направлении мы тоже делаем достаточно серьезные шаги. Это специально проходили обучения специалисты для того, чтобы работать на такой технике, с такой техникой? Мы приобретали эту технику, скажем так, отечественного производства в Ижевске, когда уже конкурсные процедуры заканчиваются, и этот аппарат мы покупаем, тогда расчет едет в город Ижевск, проводит там необходимые мероприятия, связанные с подготовкой их, и после этого с этой техникой уже убывает сюда для ее использования. Это мы уже умеем, это мы уже делаем. Небольшие беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, они достаточно просты в обучении, ну, это может даже школьник запускать, никаких проблем здесь нету. Здесь мы, естественно, обходимся своими силами. Это тоже мы очень широко используем, и, кстати, мы это используем сейчас как в части выявления незаконных рубок, так, естественно, пожароопасный сезон для мониторинга, обнаружения и, соответственно, притушения лесных пожаров. Вы сказали о Белореческом питомнике. Я знаю, что в прошлом году было принято решение высадить там самшиты, которые в Сочи поела вредоносное насекомое. Я знаю, что вы в составе делегации тоже ездили, высаживали саженцы, или как они про это, черенки, да, называются? Да, черенки. Ну, действительно, это так, и, к сожалению, это такое не очень, как это, внешне выглядящий позитивным, но сама причина, конечно, она не очень хорошая. Действительно, у нас есть еще проблема вот такого слова «инвазивы», ну, в общем, некие вредители, которые привнесены на территорию края извне, и вот по самшиту, к сожалению, это самшитовая огневка, такая бабочка, которая заселила наши леса и уничтожает именно наш краснокнижный самшит, реликтовый. К сожалению, достаточно большие территории утеряны, мы надеемся на то, что они восстановятся, но, тем не менее, мы создали такой на базе белореческого питомника, помимо других лесных наших культур, дуб, там еще там целый ряд тех, которые мы собираемся использовать для лесполос, орех, еще и там иные породы, но вот действительно создан такой резерват самшита, мы его высадили, он закрытый, мы будем его оберегать от вредителей, для того, чтобы после того, как она там по естественной причине погибнет, с отсутствием, скажем так, питания. То есть она не перелетает? Она перелетает, она перелетает, но вопрос в том, что у нас это защищенная территория, это, грубо говоря, большая теплица. Поэтому, плюс, естественно, это под наблюдением, соответственно, появление ее, оно как бы можно обрабатывать препаратами, потому что, к сожалению, вот самшитом он растет в нижнем пологе леса, соответственно, обработка его какими-то препаратами, она затруднена, это труднодоступная горная местность, распыление сверху невозможно в связи с тем, что это просто сядет на деревьях, не дойдет до самшита, большое количество у нас водных объектов, применение рядом с водными объектами тоже запрещено, авиации. Соответственно, вот эти все особо охраняемые природные территории, на которых тоже это ограничено. Поэтому этот вопрос достаточно сложный, он такой с федеральным компонентом, это вопрос к нашим, в том числе, службам, которые стоят фитосанитарного контроля на границе по инвазивным видам, чтобы мы не допускали впредь таких моментов. Но, к сожалению, не единственное. У нас сейчас достаточно сложная ситуация с вредителями по дубу, иными, но, в общем, ситуация всегда там достаточно сложная. И вот создание лесопитомников, развитие лесопитомников, она как раз должна выполнять функцию компенсации вот этих негативных моментов, которые, к сожалению, несет в том числе глобализацию. Мир глобален, пароходы ездят, самолеты летают, и так или иначе с продуктами питания, с какими-то экзотическими фруктами, овощами у нас попадают на территорию края вредители. Вот мы этим занимаемся, и вот как раз лесовосстановление в рамках национального проекта, оно тоже предполагается, Дмитрий Вадимович об этом сказал. У нас лесовосстановление не только на 100 гектарах, о которых тут было сказано, есть еще лесопользователи, они обязаны за счет собственных средств лесовосстановлением заниматься. Есть там иные источники, у нас достаточно большое количество таких экологических акций проходит, в рамках которых мы тоже восстанавливаем леса. Поэтому здесь мы движемся, и плюс у нас на территории крайних, так называемых, сплошных рубок, вот когда мы видим там какой-нибудь Сибирь, когда полностью голое поле, полностью вырубается все, а потом как бы засаживается вновь. У нас такие рубки запрещены, то есть дерево большое, там, скороспелое, скажем так. Оно изымается, все остальное, поросль, она уже там есть, скажем так, она является, и у нее есть возможность расти дальше. Поэтому как бы здесь таких объемов лесовосстановления, как на территории, не знаю, Сибири, где есть сплошные рубки, нам не требуется. Поэтому как бы здесь вот эти вот, казалось бы, такие небольшие цифры, 100, 200, надо понимать, что и территория у нас такая достаточно пересеченная, там, скальная местами. Поэтому это вопрос-таки совокупности. С нами на связи сейчас доцент кафедры зоологии Кубанского госуниверситета Владимир Гладун. Владимир Владимирович, мы вас приветствуем. Добрый вечер. Подскажите нам, какие из насекомых, мы вот сейчас говорили об огневке, какие из насекомых в основном наносят ущерб лесам нашего региона? Ну, лесам нашим наносят ущерб множество насекомых. И из них следует выделить огневку самшитовую, кружевницу дубовую, орехотворку, каштановую восточную, непарного шелкопряда, балашака дубового. Вот это самые главные вредители леса нашего. Насколько успешно получается с ними бороться? Ну, эти виды относительно недавно регистрируются в нашем крае, поэтому они еще достаточно изучены. Поэтому сейчас на начальных стадиях меры борьбы с ними малоэффективны. Ну, вашим научным сообществом ведутся работы по тому, чтобы найти способ все-таки бороться? Наша кафедра непрофильная в этом вопросе. Мы занимаемся изучением фаунистического разнообразия нашего края. Я думаю, что ваши коллеги наверняка над этим работают. Ну, коллеги, да, из-за главного университета работают над этим вопросом, да. Владимир, благодарим вас за участие в эфире. Давайте тогда дополним. Да, действительно, названы в принципе основные вредители. Я хочу сказать, что наиболее опасно сейчас это не огневка, которая фактически уже вступила в четвертую фазу. И, ну, собственно говоря, из-за того, что в последующие, в предыдущие годы она уничтожила весь свой запас самшита, да, то есть снила его. Кормовую базу. Значит, на сегодняшний день она фактически погибла. Вот. Поэтому сейчас в некоторых слоях уже самшит отходит. Где-то, конечно, регистрируется его стопроцентная гибель, где-то отходит. Поэтому, в общем-то, мы ждем и естественного возобновления этих растений. На сегодняшний день наибольшую опасность вызывает дубовый клуб кружевницы. Это инвазив, завезенный, зарегистрирован в 15-м году. И, вот, к сожалению, можно констатировать, что вот такой таблетки, да, спасительной пока нету. Наши коллеги из Всероссийского научно-исследовательского института леса уже в течение двух лет изучают этого вредителя. У нас в край приезжают, соответствующая работа ведется. Но вот пока, к сожалению, мы не имеем ни методики, ни препарата, одобренного для борьбы с этим инвазивом. Ну и, как Андрей Владимирович говорил, наш край – это достаточно сложный и по рельефу, и по количеству населенных пунктов, находящихся на территории лесного фонда. И различные вопросы, связанные с водоохранной территорией. Все эти вещи, они, в общем-то, ну, мы уже это понимаем, достаточно сильно затрудняют и применение, и, соответственно, результат может быть неположительный. Поэтому сейчас работы эти ведутся, и я надеюсь, будет какой-то механизм выработан. Я знаю, что было решение еще в прошлом году на одной сессии в законодательном собрании края совместно министерству и вашему комитету подготовить в Минприроды федеральный, да, просьбу о том, чтобы поскорее были подыскиваны, так скажем, средства для борьбы, то есть федеральные структуры тоже подключены к тому, чтобы... Да, так и есть. Мы, естественно, это поручение было выполнено, мы, естественно, как бы обратились с обращением на сессии, принятым в адрес Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Несомненно, Российская Федерация, министерство профильное, она в курсе тех проблем, которые есть по инвазивным видам, но и уже, Дмитрий Владимирович говорил, как раз профильный федеральный институт, который занимается именно защитой леса, они ведут работу по поиску методик, но на наш взгляд, конечно, это делать необходимо уже, потому что есть факт, но вопрос в том, что таких инвазивных видов, ну, мы видим мировую практику, там, достаточно широкую, по целому ряду, там, животных, там, и растений, которые, попадая вот в рамках глобального мира на территорию, там, в какой-то территории, не имея естественных врагов, они, естественно, начинают, ну, с его, там, бурный рост, это касается и вредителей, и не только вредителей, казалось бы, там, ну, известный в США, там, азиатский карп, который был завезен, и который, там, уже заполонил все реки, там, и обжимает все исконные виды рыб, и таких примеров, к сожалению, много, здесь, как бы, надо смотреть, там, опыт той же Австралии, где законодательство в части любого фитосанитарного контроля, завозу на территорию любого, там, животного растения, еще чего-то, оно достаточно жестко отсекается, мне кажется, нам надо в эту сторону смотреть, если мы хотим сохранить наши исконные леса, наши исконные животные, мир, ну, и так далее, растительный мир, вы знаете, да, там, такой медийный, там, когда скандалы, когда, там, кто-то из голливудских звезд приезжает с какой-нибудь собачкой в Австралию, и потом, там, на уровне премьер-министра скандал по поводу того, что, там, пускаем, не пускаем человека собачкой, это, кстати говоря, ну, такая, может быть, где-то гипертрофированная, да, но действенная мера, которая позволяет им бороться эффективно от появления вида, потому что, когда ты уже завез что-то, это уже достаточно сложно бороться, помимо того, что лесов, ну, вот у нас для Сочи, Сочи для вас ассоциируется из растительных, во вида, с чем? Ну, с пальмами, наверное, кипарисами, не знаю, пальмы, как бы, мне кажется, да, пальмы, мне кажется, более такой, если опрос провести, будет первым местом. Сочиевский вариант, да? Да, 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 но тоже есть там пальмовый долгоносик, точно так же завезли, и там пальмы в Сочи находятся достаточно под серьезной угрозой, поэтому таких, ну, к сожалению, имазиров много, а по дубу, действительно, Наталья Юрьевич сказал, как бы, надо понимать, что это основная, основной породный состав, это основа нашего леса, которая не только, как бы, в лес, это же кормовая база, там, всего животного, желудь является, там, кормовой базой для всех наших животных, там, но основных, поэтому это такая вся пищевая цепочка от дуба, она расходится, вот то, что каштановая орехотворка, коллега сказал, это наш каштан, который тоже уникальный, здесь, ну, ценная порода, ценная порода, да. А если говорить о том, как контролируется количество деревьев, кто проводит эту работу? Ну, деревья, конечно, не контролируются, вот так, перечет такой вот не делает, в количественном отношении, да? По квадратным метрам, по сотням метров. Есть таксационные описания, которые представляют территорию леса по составу лесных насаждений, их количественные и качественные характеристики. К сожалению, у нас уже два ревизионных периода прошло, и, конечно, в крае эта проблема стоит очень актуально, проведение лесоустройства, актуальное состояние лесов, ну, к сожалению, сейчас у нас, в общем-то, не на самом высоком уровне. Поэтому эти вопросы также обсуждаются, и сейчас обсуждается вопрос передачи этих полномочий, поскольку, ну, к сожалению, вопросы эти дорогостоящие, и отсутствие финансирования сказывается на выполнении этих работ. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы передать это уже на федеральный уровень, чтобы этим... Но это наверняка проблема не только нашего региона. Нет, конечно, это общероссийская проблема. Я вам хочу сказать, что леса Кубани, это в какой-то мере небольшой слепок проблем всех лесов России. Естественно, есть определенная сублимация в каких-то точках, связанная с определенными, ну, только нам присущими особенностями, это порядка там 15-16 миллионов человек, которые приезжают сюда отдыхать, да. Это необходимость там большой инфраструктуры, которая проходит по лесам. Но вместе с тем, они проблемы все, в принципе, достаточно одинаковые. И сейчас очень многие вопросы, вот особенно в последний год, они, ну, подняты на достаточно высокий уровень принятия решения. И сейчас и Федеральное агентство лесного хозяйства, и Госдума, и, конечно же, Совет Федерации, они озабочены этим и вырабатывают то направление госполитики, которое обеспечит максимальное целевое и эко-просветительское использование лесов, в зависимости от самых различных параметров. Поэтому, ну, в какой-то мере мы ждем определенных изменений, но вместе с тем свои обязанности, конечно, выполняем. Разговоры об охране лесов продолжим в следующей части программы. Оставайтесь с нами. Это программа «Через край». Сегодня мы говорим о сохранении лесных массивов нашего региона. В этой части программы поговорим об особо охраняемых природных территориях. И, Дмитрий Владимирович, давайте с вас начнем. Сколько их у нас в регионе и какие работы выполняет по их сохранению Министерство природных ресурсов? Я думаю, что коллеги мне здесь помогут. У нас больше 350 различных ООПТ, в том числе и на землях лесного фонда. Есть и перспективный план по развитию этих территорий. Есть и соответствующее средство на то, чтобы и даже существующие ООПТ проводить какую-то оптимизацию, определять зональность и выполнять необходимое исследование. Поэтому в этом направлении Министерство ведет огромную работу. Это, наверное, одно из ключевых направлений Министерства, которое направлено на создание вот таких зон. Это в основном делается в нашем и создаются ООПТ регионального назначения. Соответственно, здесь не происходит изъятие земель из земель лесного фонда, если мы говорим о лесе. Вместе с тем накладываются те ограничения, которые вот эти экосистемы оставляют нашим потомкам. Надежда Григорьевна, мы вот до эфира начали немножко говорить и вы меня поправили в том вопросе, я вот задавала сейчас, сколько их и будут ли они увеличиваться, количество особо охраняемых природных территорий. Вы сказали, что правильнее сказать оптимизация. Вот в чем она состоит? Оптимизация состоит в том, чтобы выбрать наиболее ценные территории, которые находятся, которые имеются у нас в крае, независимо на землях лесного фонда и в степной, и в приморской зоне края, и там создавать и пытаться охранять те уникальные кусочки природные, которые у нас сейчас есть, которые существуют. Возможно, образовывать новые, но те большие усилия министерства, которые были направлены на изучение существующих территорий, все-таки показали, что существует большая часть этих территорий, которые свою ценность несколько потеряли. Поэтому, если у нас есть ценные территории, то, наверное, надо их сохранять и увеличивать, и образовывать опыта регионального или, возможно, местного значения. А если территория потеряна, ну, если, например, памятник природы срублен, спилен, погиб от каких-то природных условий воздействий, ну, о каком увеличении может идти речь? Конечно, мы можем посадить новый дуб, мы можем посадить новую сосну, но ждать 300 лет, пока она станет особо ценной. Поэтому вопрос, конечно, стоит об особо охраняемых природных территорий в плане оптимизации системы, выбора наиболее ценных участков природных, которые существуют, и их сохранения. Ваше управление... Возможно восстановлению каких-то частично утраченных. Ваше управление работает вот над этой систематизацией, так скажем, да? То есть у вас уже есть готовые предложения, как упорядочить всю эту систему? Конечно. Присходя из временных промежутков, да? Асан Саныч вполне может рассказать о ней. Ну, я вот с коллегами... Да, и Андрей Вадимович, да. Да, если с коллегами там не во всем соглашусь. Дело в том, что несомненно, это так. И надо понимать, что особо охраняемые природы территории создавались... Большая их часть, которая действующая на территории края, они создавались в 80-х годах. Порядок их создания был достаточно простым, значительно проще, чем сегодня. Если сегодня мы... Это серьезная работа по экологическому обследованию, доказательство того, что это действительно территория заслуживает особой охраны, то в те годы мы брали там, мы знаем, там, какую-то территорию, я не знаю, там, какая-нибудь роща какого-нибудь заново посаженного ореха, там, пекан. И, соответственно, конечно, ну, сомнительно, да, что орех пекан, который не наш вид, мы его там делаем особо охраняем. Конечно, такие территории есть. И, конечно, мы работаем над тем, чтобы вот вместе с коллегами, над тем, чтобы вот найти вот эти оптимальные варианты. Но, тем не менее, федеральный закон вот в части восстановления, если оно утрачено, но это действительно было необходимо, мы перед этим в предыдущей части говорили про самшит и огневку. Если исходить из логики того, что огневка съела самшит и мы завтра тисосамшитовую рощу должны прекратить ее особо охраняемый статус, ну, наверное, это неправильно. Мы должны применять все меры по восстановлению, естественно, пусть на это уйдет даже не 300 лет. В случае с самшитом вопрос будет идти, о сотнях лет, а может быть и тысячах. Но вопрос в том, что с точки зрения наших потомков и будущих поколений, несомненно, этой работой надо заниматься независимо от того, насколько там по каким причинам утеряна. Поэтому вопрос это всегда дискуссионный, в том числе законодательная база. Мы в этот закон, к счастью или к сожалению, я думаю, что он у нас, с учетом того, что мы все время к нему возвращаемся с коллегами, это всегда такая серьезная, достаточно научная и общественная дискуссия. И на ближайшей сессии мы в него опять вносим изменения. Это как раз вызвана постоянно обновляющаяся дискуссия между правоприменением, юртехникой, иными экологами. И всегда это есть некая дискуссионная площадка. Но тем не менее, мне кажется, вот это позволяет нашему региональному законодательству в области особой охраны. Я знаю, закон из других субъектов, но наш, мне кажется, это один из самых серьезных законов региональных в этой области. Тем более, вот было сказано про опыты местного значения. Это вид, который введен в региональном законодательстве во многих большинстве субъектов. Такого нет, когда мы именно делегируем местному самоправлению и создать опыты местного значения. Когда, допустим, какая-то пионерская роща, та же там, когда это некий объект, он не совсем соответствует параметрам региональной особо охраняемой природной территории с точки зрения экологов наших. Но тем не менее, он несет социальный, культурный какой-то компонент, который позволяет сделать его особо охраняемым территорией местного значения. Местным актом его утвердить значительно проще, чем наш региональный. И тем не менее, заниматься его защитой, его там, приумножением каким-то. Потому что здесь тоже секрета нет, мы с вами там много раз обсуждали, но у нас четыре там наших основных парков города Краснодара являются опыты регионального значения. Несомненно, это сомнительно с точки зрения классического понимания, что есть природная территория и так далее. Но тем не менее, позволило нам установление границы режима сегодня сохранить там, в том числе, от застройки этих территорий, от какого-то социального потрясения. Потому что режим достаточно жесткий, серьезный. И в случае срубленного дерева мы в первой части обсуждали, с коэффициентом, умножаемым в части ущерба. Соответственно, это все-таки уже иной природоохранный статус. Александр Александрович, вот все-таки возвращаясь к моему вопросу, ваш отдел как раз специализируется на особых природных территориях. Классификация по тому, что должно быть природоохранной зоной, а что можно с течением времени, что может быть уже исчезло. Вот как ведется эта классификация? Ну, вообще-то, вот развитие системы ООПТ Краснодарского края, оно у нас ведется на основе схемы развития и размещения ООПТ в крае, которая утверждена постановлением главы края. И эта схема, она предусматривает не только развитие уже существующих особо охраняемых природных территорий, но и создание новых. И на основании этих планируемых, скажем так, проектов мы проводим работы по обследованию этих новых территорий, по их развитию и приданию им статуса ООПТ. Скажем, на данный момент у нас ведется работа по созданию 11 новых особо охраняемых природных территорий в рамках выполнения этой схемы, поэтому работа достаточно серьезная, работа достаточно долгая, к сожалению, но так уж получается, что мы должны выполнять действующее законодательство и все остальное. Что касается тех территорий, которые у нас уже существуют, то вот правильно было сказано, что мы занимаемся не только развитием, но и оптимизацией этих территорий. Соответственно, какие-то объекты у нас приходится снимать с них статус, поскольку они уже утрачены в результате каких-то воздействий как антропогенного, так и природного характера. есть объекты, с которых мы снимаем статус в связи с тем, что они расположены в границах больших по площади особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального значения. И в связи с этим у нас происходит как бы такое паритетное состояние между вновь образуемыми и утраченными объектами. Но в целом здесь надо понимать, что большая часть ООПТ, которые были созданы в прошлом веке, это были скажем так одиночные деревья в основном, дубы, тополя. Надо понимать, что это точно такой же живой организм, как и люди, то есть у них есть свой срок жизни, понимаете. И тут как бы мы не старались их оздоровить, восстанавливать, мы эти работы тоже ведем, но тем не менее, когда приходит срок дерева, оно просто погибает и уже ничем не спасешь его, поэтому приходится выполнять именно работы по снятию статуса с этих объектов. А взамен мы создаем уже более, скажем так, ценные в природном отношении, в основном площадные объекты, которые нам позволяют при достаточно таком иногда даже серьезном уменьшении количества опыта увеличивать площадь, которую эти особо охраняемые природные территории у нас в крае занимают. И соответственно сохранять большую часть, большую территорию края от антропогенного воздействия. Вот вы сказали сейчас огромная работа проводится, ее проводит министерство или же включаются и общественники или это только специалисты в отрасли? Нет, вы знаете, это не только специалисты, эта работа проводится совместно и с научными организациями, с общественными организациями. Вот по этой схеме развития размещения ОПТ значит те предложения, которые были включены в эту схему по созданию новых объектов, они принимались не только на основании вот допустим размышления сотрудников министерства, нет, здесь включались и общественные организации, и научные организации, то есть это все в комплексе проводилась работа и соответственно те территории, которые у нас включены в схему, они обоснованы, они имеют природную ценность и соответственно мы будем работать, чтобы их придать им статус и соответственно дальше сохранять и для нынешних и для следующих поколений. А как часто происходит мониторинг тех природных территорий по выявлению в том числе может быть отсутствие уже каких-то памятников в том числе природы, как часто проводятся такие рейдовые мероприятия, как их правильно назвать? Ну мониторинг ООПТ такое понятие к сожалению в крае у нас не практикуется, у нас создано учреждение подведомственное учреждение министерства, которое отслеживает состояние ООПТ по всем параметрам по состоянию территории, по состоянию объектов, которые там ценные находятся и это ведется постоянно, то есть они работают на постоянной основе во всех регионах, структура охвачена весь край, все ООПТ, которые существуют и мониторятся таким образом, отслеживается состояние 280 особо охраняемых природных территорий, которые у нас в крае зарегистрированы этим учреждением, сюда только в систему этого учреждения не включены зоологические заказники, которые отслеживаются другой структурой, это управление охраной животного мира, наше, важно, министерство, поэтому таким образом отслеживается состояние наших ООПТ. А с нами на связи сейчас заместитель директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника Николай Ескин. Николай Борисович, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Я знаю, что у вас в заповеднике открыто несколько туристических маршрутов и летних, и зимних, посетителей очень много, около 250 тысяч в год. Нужно ли объяснять туристам, как себя вести в заповеднике и флорой фауны, не страдают от присутствия человека? Да, заповедник принимает действительно очень много туристов, особенно в последние годы. Объяснять, как вести себя на территории заповедника приходится и нужно. К сожалению, далеко не все посетители, наши гости отдают себе отчет, что заповедник требует усилий для того, чтобы сохранять его природу в неприкосновенности, в хорошей сохранности. Речь идет как об элементарных так сказать, нормах поведения, то есть убирать за собой мусор, вывозить его или хотя бы выкидывать его в контейнеры, не оставлять, не рвать и охапками. возвращаясь, прерву вас, я знаю, что у вас как раз-таки, что касаемо мусора, установили раздельные контейнеры для мусора. Насколько это поможет сохранить стабильную экологическую обстановку в заповеднике? Ну, вы знаете, в заповеднике, для заповедника это не слишком принципиально, поскольку весь мусор мы все равно из территории заповедника вывозим, но это имеет принципиальное значение вообще для утилизации мусора, поскольку вообще проблема экологическая по утилизации мусора, она колоссальна в нашей стране, она нарастает с каждым годом. И вот этот раздельный сбор мусора, он абсолютно необходим, он необходим уже давно, но вот появляется только сейчас. Это действительно позволит защитить окружающую среду от массы токсических отходов, ну, в частности, например, от электролитов батареек, которые на столетия портят почву и портят окружающую среду. От пластиковых отходов, которые не разлагаются, а могут быть утилизированы, использованы, ну, и прочих, так сказать, негативных воздействий человечества. То есть, на самом деле, этот раздельный сбор отходов, он важен для Кавказского заповедника, как демонстрация необходимости этой деятельности. А наша территория, она самая подходящая для этого как бы площадка. это особо охраняемая природная территория, это территория ЮНЕСКО, находится под всемирной защитой. И, так сказать, самое время и самое место начать именно отсюда, эту благородную и необходимую деятельность. Николай Борисович, благодарим вас за ваше мнение и за очень такой важный совет о защите леса и особо охраняемых природных территорий. Как раз разговор о популяризации защиты лесов продолжим в следующей части нашей программы оставайтесь с нами. Это программа «Через край». Сегодня говорим о защите леса и поскольку к нам присоединились новые гости, наверное, начну с вас. Вы как руководитель экологического воспитания, расскажите о том, как передаете опыт по сохранению наших зеленых легких воспитанникам, которые у вас есть. В нашей школе есть научное общество, на основе которого мы проводим кружки разной направленности экологической. Нас курирует детская организация «Радуга», в которой мы состоим и проводим разъяснительную профилактическую работу с ребятами. Кроме этого, мы занимаемся изучением видового состава окрестностей наших лесов, потому что это очень важно, ребята должны знать, что нас окружает, тем более, что наша станица расположена в очень интересном месте, где ограничат лесная зона и степная зона. И вот как раз переход из одной зоны в другую наиболее интересен для наших ребят. В нашей местности встречается очень много к нашему счастью редких и исчезающих видов. И от этого, конечно, страдает наш лес, потому что начинается весна, начинают рвать цветы. Ребята очень активно участвуют в различных акциях, в частности, первоцветы, когда мы выходим, встречаемся с бабушками и объясняем, что это губительно для нашей природы. Кроме этого, у нас находятся недалеко объекты, это природоохранные, на которые мы совершаем экскурсии с ребятами, походы, экологические экспедиции. Экологические экспедиции — это наиболее интересный вид работы для наших ребят, потому что каждая группа получает задания, затем готовит отчет, то есть познание природы происходит вот таким вот образом. Галина Ивановна, а сколько человек у вас занимается? Ой, значит, ну, во-первых, весь мой класс в составе 28 человек. Вы вообще классный руководитель? Вообще, конечно, классный руководитель. А профиль у вас? Я биолог, поэтому это мне очень близко, но кроме этого мы привлекаем и старшеклассники у нас работают, у меня работают. То есть, ну, охват около 50 человек у меня всегда есть. Вот это мое хобби, будем говорить, второе. Очень полезное. Да. Сама выросла в лесу и прививаю любовь к лесу детям, потому что без него мы никогда не... Давайте обратимся к Егору. Егор, вы ученик 9 класса. Как давно начали увлекаться защитой леса и что привело вообще к этому? Ну, года 3-4 назад это буквально произошло. Все благодаря, опять же, классному руководителю и научному по совместительству руководителю. Она привела меня к этому. Первый раз мы поехали на краевой слет по экологии. Да, там, по-моему, сначала в районе заняли место, потом на край поехали. Ну, и как-то завязалось и после этого понравилось. Продолжаю. Чем занимаетесь? Расскажи о своей работе. Сегодня как раз тема была актуальна у вас в предыдущем блоке. Ну, основная моя работа это научная деятельность. У меня есть научная работа по кружевнице дубовой. Инвизивный вид. Вот так. Это о чем говорили. Актуально. Молодой научный сотрудник. Как раз, может быть, молодой человек найдет какую-то таблетку нам от этого, а и мы утрем нос всероссийскому институту. А какие работы уже проделаны? Пока до конца завершенных работ нет, так как я не очень долго работаю. Пока стараюсь с кружевницей закончить. Ну, вот если по кружевнице, какой уже наработан, так скажем, пласт и из чего можно делать научные какие-то выводы? Научные выводы можно делать из того, что это инвизивный вид был заветен, скорее всего, вместе со строительными какими-то материалами. Естественных врагов на территории нашего края он не имеет. Также температурный режим нашего края очень хорошо подходит данному вредителю. Ну, вот так вот. Дмитрий Вадимович, насколько важно подключать подрастающее поколение к защите лесов всех зеленых насаждений защиты природы. И я знаю, что существует у нас в регионе даже школьное лесничество. Вот у вас как организация? Наверное, не школьное лесничество? Ну, у нас школьное лесничество, да. Вот насколько важно это движение? Ну, очень отрадно, что, во-первых, молодые люди занимаются проблемами экологии, проблемы, связанные в области лесного хозяйства, ведут научную работу. то это может стать в последующем профессии, да, и приносить пользу. Это очень хорошо и правильно. У нас при каждом лесничестве существует такое направление. Более того, сейчас в рамках поручения вице-премьера эта работа организуется совместно с министерством образования. Соответственно, мы привлекаем туда людей, детей, прежде всего, которые имеют такую направленность, жизненную убежденность в отношениях развития экосферы, в отношении работы вот с такими даже малоизученными проблемами, которые встречаются у нас на территории Краснодарского края. И, безусловно, мы это приветствуем и поощряем. Я хочу сказать, что в рамках взаимодействия с Федеральным агентством лесного хозяйства и с нашими прекрасными детскими лагерями, таких как Орленок, мы проводим две профильные смены. Одна федерального значения, одна краевая. То есть, огромное спасибо Орленку, который на своей площадке всех наших кубанских детей, которые работают в этом направлении, принимает и мы организуем достаточно интересно в течение месяца развития этих детей. Плюс, естественно, на этой базе Федеральное агентство собирает уже всероссийскую смену. И я хочу сказать, что наши ребята, которые прошли соответствующее обучение, соответствующую подготовку, очень достойно выглядят и показывают очень хорошие результаты. И я хочу сказать, что, по-моему, в прошлом году один из наших учащихся школьного лесничества занял одно из первых мест на международном конкурсе, где его работа получила очень высокую оценку. Поэтому, безусловно, мы развиваем это направление и стараемся, чтобы у ребят это не только стало некой увлеченностью, но еще и профессией. Ну вот, если говорить о будущей профессии, вы уже определились? Я до конца пока что не определился, но я думаю, это будет что-то связанное с экологией. Мне кажется, как бы, Дмитрий Владимирович как раз сказал, Александр Васильевич Джелас, наш коллега, председатель комитета и Орленок, мы тоже, естественно, принимаем участие и в тех профильных сменах, которые есть. Тем более, что Орленок делает профильные смены не только именно по лесничеству, это две профильные смены, это раз. Вопросов экологии, смены экологические по разным направлениям, их еще там целый ряд. Поэтому, конечно, это то, чем занимается в том числе и законодательное собрание. Я могу сказать, что, конечно, для ребят это очень важно, не только не обязательно в выборе профессии. Конечно, это хорошо, если ребята выберут профессию. Например, я в свое время, в школьные годы на базе экологи-биологической станции, которая у нас, к сожалению, не все сохранились, но тем не менее сохранились, а это тоже отдельное направление экологи-биологической станции, муниципальной, которая у нас есть. Я в свое время точно так же выигрывал в свое время олимпиады по биологии, по зоологии. Это не стало моей прямой профессией, но вот в прошествии лет в итоге я к этой теме так или иначе вернулся. И вопрос в том, что в любом случае с точки зрения расширения кругозора, любви к своей малой и большой родине, несомненно, вопрос знания ее, знания леса, степи и других наших природных комплексов, оно, несомненно, пригодится молодому человеку в жизни. И это абсолютно не важно, кто он будет по профессии, юрист, экономист или будет работать в отрасли лесной. Ну вот Егор уже у нас трижды побывал в Орленке, дважды побывал на российской смене и однажды на смене Краснодарского края. А дети из нашего научного общества и школьного лесничества на протяжении уже последних пяти лет являются постоянными участниками слета в Орленке. Очень довольны, открывают очень много нового и интересного во время этих слетов. Ну и, наверное, самое главное, что мы через любовь к природе воспитываем настоящие граждан нашей страны, которые будут бережно относиться не только к определенному месту обитания, а вообще в целом к нашей природе. А я хочу еще затронуть тему экологии, которая становится не только актуальной в плане злободневности, но и все-таки она становится модной сегодня, к счастью. Действительно, это не становится чем-то постыдным пойти и убрать в парке, убрать на своей придомовой территории. И вот в том числе и с дачей-то макулатуры сегодня становится тоже таким, возвращается, люди не знают, куда девать кипы бумаг. И вот мы сегодня провели опрос на улицах Краснодара, краевой столицы, задали простой вопрос. Вы сдаете макулатуру? Давайте посмотрим все вместе. макулатуру. А почему? А давно уже все сдала. Сейчас газеты не выписываем, книги все в библиотеку сдала. А что сдавать? Книги. На работе. Так положено, у нас так заведено. А кому сдавать вообще? Есть такой вопрос. Нету, нигде не написано. Наверное, в этом дело, скорее всего. У нас раздельные возле дома мусорные ящики стоят. И выкладывают там пластик в одно место, бумагу в другое. Все. В пионерском возрасте сдавали. А куда надо сдавать макулатуру? Газеты мы не читаем уже в последнее время. Сейчас, да, интернета нет. Все, что нас интересует, мы можем зайти в интернет и прочесть. Я сознательный гражданин, но макулатуру я не сдаю. У меня ее нету. Нету. Но я ее не плодю. А почему? Потому что мы другим делом заняты на сессии, как бы учеба, нам не до этого. А ее у нас не собирается. Я не знаю. Я даже не знаю, где ее могут принимать. Да, сдаем. Когда много дома ее образуется, сдаем. Да, вы знаете, у меня такая проблема в гараже коробок 7. Тут, куда ее дети знают. Было бы, куда сдавал бы, наверное. А если бы еще за это деньги давали? В общем, сдавал бы больше. Несомненно, важная тема. И вот, я думаю, ребята как раз в Орленке видели. Орленок один из первых учреждений, где организован раздельный сбор отходов. и как раз макулатура в том числе идет переработку. И у нас, к счастью, ситуация в области отходов, это отдельная большая тема, которой мы занимаемся. Она меняется. И на самом деле есть у нас предприятие, которое занимается уже и макулатурой, переработкой. И этот вопрос, несомненно, в ближайшие годы, я думаю, изменится. У нас есть постановление главы администрации, которое определяет в связи с новой системой в области обращения с отходами как раз переход на раздельный сбор отходов. Чтобы получать повтор зерево. В том числе, конечно, вопросы пластика, бумаги и так далее. В ряде городов он уже реализуется. Вот коллеги видели, уже говорят. У нас на связи сейчас директор компании по сбору макулатуры ТЭП Алексей Степанов. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сейчас смотрели опрос. Большинство краснодарцев не знают, куда сдавать макулатуру. Вот где ее можно сдать? В Краснодаре порядка 10 пунктов приема макулатуры. Три из них это как раз наша компания. Много ли у нас в крае пунктов, где можно сдать макулатуру? Ну, в каждом крупном городе и населенном пункте районном центре наверняка найдется такой пункт. Один из отвечающих сказал, что хотел бы получить деньги за то, что он сдает макулатуру. Это бесплатно или платно? Как правило, это платная процедура и мы платим от 3 рублей за килограмм. Нужно ли специально готовиться к сдаче макулатуры? Нужно ли ее сортировать? Необходима, конечно, предварительная сортировка. Главным образом, это разделение на картон и так называемую архивную часть. Благодарим вас. С нами на связи был директор компании по сбору макулатуры. А я вот хочу еще так немножко рекламировать. Наверное, наш сайт телекомпании подготовили вот просто всеобъемлющий материал о том, куда сдать мусор в Краснодаре. Если кому-то будет полезно, можете тоже зайти, просто в поиск вбить мусор, и вы увидите эту ссылку. Ну, тут полное описание для чего, куда. Будет полезно, я думаю, для каждого жителя нашего края. Если говорить о том, сегодня важна тема и утилизации мусора, и экологической, вот какие мы можем сделать выводы из сегодняшней программы? Какие основные задачи стоят перед министерством на этот год по реализации? Вы знаете, направление, которым занимается министерство, даже вот после этой передачи, вы уже понимаете, достаточно много. На мой взгляд, это прежде всего сохранение некого баланса, да, баланса между экологией, между экосистемами и, соответственно, человеком, его экономическим развитием, развитием городов. Вот, если этот баланс удастся сохранить министерству, я думаю, это будет одна из основных его, наверное, целей и задач. Я благодарю всех, что нашли время и сегодня пришли к нам в эфир. Итоги интерактивного голосования подведем после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это программа «Через край». Спасибо, что остаетесь с нами. Настало время подвести итоги нашего интерактивного голосования. Напомню, вопрос дня звучал так. В чем главная роль лесов края? И, как мы видим, 0% ходят погребы и ягоды, 0% ходят охотиться в наши леса. 6% говорят, что леса это источник древесины, 18% возможности отдыха на природе и подавляющее большинство, 76%, говорят, что леса нужны для сохранения экологии нашего региона. Как отметили эксперты в нашей студии, что надо начинать с малого, с себя и даже одно посаженное дерево сыграет роль в озеленении и в том, чтобы сохранить наши зеленые легкие региона. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами на телеканале Кубань-24. Субтитры сделал DimaTorzok